Здравствуйте! Вы смотрите Итоги недели на телеканале Карибу. В студии для вас работает Анна Корнетова. Коротко о главных темах этого выпуска. Что будет с жителями Атки? Три семьи, оставшиеся в поселке, отказываются покидать свои дома и переезжать в соседний населенный пункт. До врачей не дозвониться. Магаданцы жалуются, что не могут связаться с регистратурой медицинских учреждений. Конкурс не состоялся. Никто не подал заявку на участие в выборах мэра Магадана. Каникулы начнутся досрочно. В связи с эпид-обстановкой на этой неделе у школьников заканчивается первая четверть. Невозможно дозвониться в поликлинику. Трубку в регистратуре не берут, приходится висеть на телефоне часами. Магаданцы жалуются, что вызвать врача на дом очень сложно. В социальных сетях появились даже обращения к сотрудникам так называемой второй поликлиники, чтобы они ответили на звонок. Кто-то пытался связаться с ними 97 раз. От безысходности сделал скрин, скинул в популярный паблик. Другой пользователь написал, что вызвали врача со 127-й попытки. Кому-то посчастливилось сделать это на 79-й раз, а самым везучим на 67-й. Люди, которые в этот момент были в лечебном учреждении, прокомментировали, что очередь в регистратуру человек 50 – нескончаемый поток. Все посетители даже не поместились в холле. Многим пришлось стоять на улице, ждать, пока выйдут остальные, чтобы протиснуться сквозь толпу, нарушая все рекомендованные меры безопасности и социальную дистанцию. На прошлой неделе появилась информация, что региональный Минздрав планирует увеличить мощности горячих линий для населения. В ближайшее время создадут пять дополнительных телефонных каналов для обработки обращений. На этой неделе брифинг провела первый замминистра здравоохранения Магаданской области Елена Кузьменко. Она прокомментировала проблему затрудненной связи колымчан с медработниками. Можете себе представить, что ежедневные информации о том, какой у меня анализ, ждут порядка 900 человек каждый день. Эти 900 человек по несколько раз звонят в колл-центр в надежде получить результаты исследования, что значимо затрудняет возможность дозвониться пациентам, кому действительно нужен этот звонок. Нам сейчас разрабатывается возможность извещения пациентов по гаджетам. Я не могу сказать, что это будет решено в течение ближайшего даже месяца. Это и программное обеспечение, и самое главное – это подключение медицинских организаций к единой системе БАРС, которая у нас сейчас внедряется, и она будет внедрена до конца этого года. К тому же Елена Кузьменко добавила, эта проблема образовалась и в связи с тем, что на Колыме не хватает медиков. Им на помощь призвали коллег с других регионов. Приезжает только в Ольскую районную больницу три реаниматолога. Также прибывают из других территорий и в детскую областную больницу. Вы знаете, что тот коллектив врачей-реаниматологов, который работал в детской больнице, он зашел туда в марте. И весь этот период он там отработал. Усталость металла, людям нужно отдыхать. Поэтому руководитель учреждения пошел на такой шаг. Мы призываем других людей, которые уже с опытом работают в госпиталях COVID-19, они отработали весну, лето, для того, чтобы немножечко нам разгрузиться. У нас действительно не хватает врачей. Если я вам скажу, что на сегодняшний день 1132 активных случаев COVID-инфекции, то есть те, кто наблюдается на дому, то и преимущественно это город Магадан, то вы поймете, что никаких сил участковой службы, сил стационарной службы нам не хватает. В связи с неблагоприятной эпид-обстановкой в областном центре было принято решение о досрочном выходе учеников общеобразовательных учреждений Магадана на двухнедельные каникулы. Начнутся они с 26 октября. Мы надеялись, что до конца первой четверти все школы смогут закончить в очном формате. Однако эпидемиологическая ситуация в городе Магадане и прогнозы, которые делает Минздрав, привели нас к мысли о необходимости перевести только школы города Магадана на более ранние каникулы. Каникулы школьников в городе Магадане начнутся с 26 октября. И закончатся 8 ноября включительно. То есть две недели школьники и педагоги будут находиться у нас на каникулах. Что нам это даст? Нам это даст, в первую очередь, возможность разорвать инфекционную цепочку между учащимися, которые являются во многом бессимптомными, возможно, носителями, и педагогами, которые, к сожалению, у нас болеют. Мы надеемся, что за эти две недели ситуация по образовательным организациям в значительной степени улучшится, что даст нам возможность начать вторую четверть в очном формате. Колымчан будут привлекать к ответственности за несоблюдение масочно-перчаточного режима. О том, что грозит за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, расскажем в следующем материале. Управление ГОЧС мэрии Магадана проводит рейды, направленные на предупреждение развития коронавирусной инфекции. О том, какие результаты показали мероприятие, рассказала специалист управления Нина Демиденко. Мы хотели людям напомнить о том, что безопасность, чтобы они соблюдали, так же, чтобы они не делали перчатки, маски в общественном транспорте. Напомнили, сколько у нас штрафов за невыполнение, постановление. В основном у нас, конечно, 80% надевают маски, особенно когда начинаем предупреждать, объяснять. На этой неделе сотрудники управления приступили к проведению рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением масочно-перчаточного режима в общественных местах, но уже с привлечением к административной ответственности за нарушение требований. Физическим лицам грозит штраф от 1000 до 300 тысяч рублей, а юридическим и вовсе придется заплатить миллион рублей или приостановить деятельность на срок до трех месяцев. Что будет с жителями поселка Атка? Этот вопрос беспокоит колымчан не первую неделю. Три семьи, оставшиеся в практически заброшенном населенном пункте, отказываются покидать свои дома и переезжать в палатку, несмотря на то, что ближайшей зимой рискуют остаться без света, воды и тепла. Почему, узнавала наша съемочная группа. Это дымоход. Чтобы с печки, которая работает, шла вытяжка отработанных газов, которые сгорают в памяти сгорания, на улицу. Это было заложено с этими домами. А это все стандартные. Видите, камни обугленные, черные. Раньше-раньше давно их топили. Геннадий Переседов готовится к предстоящим холодам. Сейчас в поселке всего минус 20. Зимой столбик термометра опускается до 50, а то и ниже. Но мужчину это не пугает. С 2009 года он отапливает свое жилье с помощью котла. Говорит, справится и в этот раз. Без электричества останется весь поселок. И без воды, и без отопления. Их отключат в ближайшее время во всех домах. Населенный пункт признан неперспективным. Его содержание обходится властям в 100 миллионов рублей ежегодно. Жителям предложили переехать в поселок Палатка. Там им предоставят муниципальные квартиры. Большинство согласились, но несколько человек ответили категорическим отказом. Когда здесь было 5 тысяч населения, этот поселок обходился в 100 миллионов. Когда здесь жило 300 человек, он обходился в 100 миллионов. Когда жило здесь 100 человек, он обходился в 100 миллионов. Соответственно, власти не думали о сокращении мощностей. А теперь нам это ставят в укор. Я думаю так. Когда сократили численность населения, можно было уменьшить ДЭСКУ, чтобы она вырабатывала не 800 киловатт, а 150. Соответственно, уже было не 100 миллионов, а 50 миллионов. Цифры я не знаю, это я примерно. Точно та же котельная. Если она работала, 4 котла работала на 5 тысяч населения, при сокращении населения можно было оставить, предположим, два маленьких котла или модернизировать их, что-то сделать, сократить энергоресурсы. Соответственно, на сегодняшний день на 100 человек были бы намного меньшие затраты, и не надо было бы никого трогать. Людей больше 70% их просто запугали, что мы отключим вам свет, что мы отключим вам отопление, что мы отключим вам воду. Здесь у людей была работа. Была работа, понимаете, на палатке с этим большая проблема, с работой. И поэтому особенно это касается пенсионеров, которые на пенсии и работали, понимаете. И поэтому люди, они просто побоялись и начали паковать свои вещи. И поэтому это переселение на палатку стало не настолько добровольным, сколько принудительным. Один из самых важных вопросов, который волнует людей, почему их лишают всех коммунальных услуг, предоставляя взамен допотопные ресурсы для выживания. Ведь по меньшей мере это незаконно, не говоря уже о бесчеловечности. Получается, Комэнерго разрывает в одностороннем порядке с нами договор. Хорошо, а где тогда документы? А почему мы тогда должны долбить вот это вот все и добиваться всего вот этого вот? Ну, товарищи, у нас что, блокада, что ли, я не пойму? Ленинграда или что у нас вообще-то в жизни? Я вообще ничего не понимаю. А что это за отношение к людям? Хотя по 131-му федеральному закону, федеральному, вы слышите, да? Четко прописано, что муниципалитеты обязаны, я просто не помню там пункты и статьи, вот, обеспечивать населенные пункты электроэнергией, отоплением, горячим и холодным водоснабжением и много-много чего там вообще в этом 131-м законе. У каждого, кто решил здесь остаться, свои причины. Но объединяет их одно – нежелание переезжать в поселок Палатка. Люди готовы сменить место жительства только в том случае, если им предоставят жилье в Магадане или субсидию на его приобретение. Так и Наталья Шевчук. Она ухаживает за мужем-инвалидом. Мы не изъявляли желания на оптимизацию своей жизни в Хасынском городском округе. И само слово «оптимизация», она же что предполагает? Улучшение жизненных условий людей, так как мы здесь живем, не в человеческих условиях, но на палатке нам. Это что, от нас избавиться, чтобы немножко территориально уменьшить наши страдания? Большую программу о том, что думают о сложившейся ситуации жители поселка и как ее комментируют представители власти, смотрите в нашем проекте «В центре внимания» на следующей неделе. Олеся Хитогурова, Виталий Моряков. Специально для «Карибу». На этой неделе закончился прием документов на участие в выборах мэра Магадана. По данным СМИ, ни одного заявления подано не было. Поэтому объявят новый конкурс, полномочия действующего городоначальника продлят. В рамках проекта «Народное мнение» мы спрашивали у магаданцев, хотели бы они, чтобы в областном центре сменился руководитель. Скажите, пожалуйста, в Магадане скоро будет новый мэр. Вас устраивают действующие? Ой, не знаю, что сказать. 50 на 50. Так вот. А есть у вас другие кандидатуры на эту должность? Ой, нет. Ой, я не знаю. Наверное, да. То есть у вас нет никаких жалоб по поводу его работы? Все хорошо? Ну, как бы все как обычно. Никаких так, вроде в городе что-то делается. А конкретно мы же не знаем этого человека, всю эту кухню, поэтому я не могу сказать. Устраивает во всем, кроме решения вопросов с безнадзорными собаками. На мой взгляд, это требует более активного решения. А так больше вопросов и жалоб нет по поводу его работы? Вы знаете, в целом нет, потому что в квартире тепло, отопительный сезон, нормально. Ну, как бы, ну, может еще улучшить работу общественного транспорта, расширить сеть маршрутов. Это бы было не лишнее, конечно. И уменьшить интервалы их движения. Я жил в частном секторе. У нас там благоустройства нет, чистоты тоже нет. Я не могу ничего сказать. Не хочу просто обижать человека. Безликий, вот и все. Ничего не могу сказать. Ни плохого, ни хорошего. Да они вроде нормально работают. Все нормально, но рыбного магазина нет, центрального. И рыбы нет. Вот иду с пустой сумкой. И все. А так больше вопросов нет? Нет. Мало рыбы. Скажите, вас устраивает действующий городоначальник? Скоро выборы будут мэром? Ну, конечно, да. А что? Ну, просто интересуемся. Есть ли у вас, может быть, такие жалобы по поводу его работы? Да вроде я не слышал ничего такого. Все хорошо, все устраивает? Меда. Автолюбителям напоминают, что необходимо подготовить машины к эксплуатации в зимнее время. На дорогах города и области участились аварии, при которых водители не справлялись с управлением из-за выпавших осадков. Снег с понижением температуры замерзает, на проезжей части образуется ледяная корка, ехать по такой дороге становится сложнее и опаснее. И как результат, количество ДТП резко увеличивается. Зачастую их причиной становится несоответствие типа шин и времени года. Поэтому автолюбитель обязан переобуть своего железного коня. Госавтоинспекция предупреждает, что покрышки, отвечающие требованиям технического регламента, должны быть на всех колесах автомобиля. А если их надеть только на три диска, а на одном оставить летние, такое нарушение приравнивается к управлению транспортного средства без зимней резины. Во избежание аварии водители просят обращать внимание на состояние проезжей части, изменить стиль вождения, избегать резких маневров на дороге, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. А также заранее побеспокоиться о подготовке своего автомобиля к зимнему сезону. Наш домик «Бери, читай» снова починили. После всех варварских нападок, которым регулярно подвергается изба читальня, над ней пришлось изряно потрудиться. А расшатанные петли и отваливающиеся двери, которые грозят рухнуть даже при малейшем прикосновении, таким еще недавно был наш домик «Карибу Бери, читай». Последний раз его ремонтировали в июне этого года, но по уже ставшей дурной традиции, после атак вандалов он опять пришел в негодность. На днях мы обнаружили, что его сняли совсем. Как выяснилось позже, привезти избушку в божеский вид решили сотрудники комбината зеленого хозяйства по просьбе одного магаданца – любителя литературы. «Там какой-то активный товарищ есть, который увлекается этими книжками, читает. А он вроде как обошел все, 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 какие он там знает, перечитайки эти, и составил дефектную ведомость. На момент-то не можем это все тогда кидаться. Но я знаю, что на Болдере вот мы отправляли». После того, как домик отремонтировали, его вернули на место. Знакомый того самого мужчины, который следит в городе за подобными сооружениями, также внес свою лепту. На днях он прикрутил к дверцам щеколды, чтобы еще больше укрепить конструкцию. В планах Карибу из бучи тальню покрасить. Остается надеяться, что все это вновь не окажется под ударом разрушителей и дикарей. Анна Корнетова, Руслан Пушкарев. Специально для Карибу. Далее немного о погоде. Не переключайтесь. 24 октября в Магадане облачное. Возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 2 градуса, днем до плюс 4. Ветер от 5 до 16 метров в секунду. Это все главные новости уходящей недели. Будьте в курсе событий. Смотрите телеканал Карибу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин